итак доброе утро дорогие друзья доброе утро сейчас нас будет прямой эфир будет из самого святого места я думаю в мире это отходы в отеле и на плача на срок посмотрите вот мы сидим вот детки сидят учиться смотрите как красиво детки сидят учиться песня поедете так отлично да отлично можем все помолиться вначале чтобы заслугу нашего изучения торы молитва чтобы был мир чтобы был мир чтобы остановились бессмысленные убийства людей воины захватничество на чтобы остановилась и наступил шалом мы все за шалом и чтобы был шалом война чтобы закончилось это страшно самое страшное что есть это война и в конце молитвы последняя такое благословение мы говорим что бог а чем поздно мой тэн бог дает силу от это сила торы да как раз по запасила торы и а чем бог и варях этому бог благословит народ этому народ его миром бы шалом и это очень важно то есть мир это самое главное благословение и мы сейчас молимся как раз чтобы был мир чтобы был мир все значит при этом надо учить тору тора без тора мы вообще не можем жить потому что без тора мы не знаем как жить человек делает все время какие-то действия если он не знает какие действия делать он может вредить себе и людям поэтому тора это как раз там где рассказывается все действия какие надо делать и мы изучаем тору а потом делаем выполняем то есть схема очень очень простая понятно и значит осталось нам только что делать изучать да то есть еще раз есть тора есть простая инструкция как действовать то есть как действовать разных ситуациях конкретно просто инструкция от создателя мира есть глубокая часть тора глубокая часть тора хасидута называют да это божественный свет это когда ты сердцем присоединяйся ко всевышнему и когда ты с ним взаимодействуешь на глубоком уровне но без правильных действий нету нет взаимодействия некоторые говорят а я просто бога люблю буду значит с ним просто буду с ним на короткой наде такой да нет так нельзя так не работает с богом нужно быть еще раз то человек который верит бога и хочет богом иметь близкие отношения да в этом смысл смысл жизни человека он должен обязательно обязательно выполнять волю всевышнего то есть нет другого способа соединиться со всевышним кроме как выполняя его волю простых вещах и постигая его величие я повторю у меня вот вчера и там то что я прочитал изучил вот эту вот идею это идея статтлера раввая там и строим конец и его звали значит он эта идея просто вот она для меня сейчас стала такой центральной идея в понимании как как служить всевышнему вот смотрите я вчера говорил на повторю еще раз сегодня у человека есть интеллект да если мы скажем что смысл жизни человека в этом мире получать удовольствие как думает большинство людей большинство людей думают что они в этом мире вот именно живут для того чтобы получить максимум удовольствия а типа один раз живем и давай кушать развлекаться отдыхать и так далее для этого конечно надо работать но в принципе стремление всех это получить максимум удовольствия и он говорит такую вещь интересную что давайте посмотрим кто в жизни получает больше удовольствия тот кто умнее или тот кто глупее оказывается что человек который меньше знает лучше спит человек который меньше знает об этом говорил царь соломон мудрейший из людей марбе марбе хохма марбе хохма марбе хохма он умножает гнев у него больше гнева вот эти вот люди умные такие да ученые они все время раздраженные все не так это не так это не так юсив да тот кто добавляет познание юсив маком добавляет боли ему все время от того больно от того больно он не только же видит и чувствует то что рядом с ним он чувствует и у него познание есть там голодают там стреляют там убивают там то у него больше боли чем больше знаешь больше боли получается что тот человек тот человек который развивает свою свой интеллект а ради этого мира ради этого мира то он создает инструмент доставляющий ему максимальное страдание чем проще человек возьмем человек живет где-нибудь в деревне на земле он себе посеял попахал собрал картошку лицу у него в жизни я удовольствие просто спокойствие удовольствие никаких у него нету проблемы и сложности так он говорит а зачем бог создал такой человеку уникальный интеллект который обладает невероятным функционалом . может развивать интеллект директ может развивать невероятно горит конечно единственное предназначение этого интеракта это постигает постигать всевышнего постигает всевышнего потому что когда ты постигает всевышнего то там есть только любовь свет радость то есть если ты используешь интеллект купить заработать больше заработать больше еще заработать захватить кого-то по подавить слава там и так далее он говорит все это путь в никуда путь к страданиям сейчас все кто вот строили свое счастье на достижении материальных ценностей все потеряли весь мир сейчас находится в кризисе особенно русскоязычный мир находится в невероятном кризисе в и все те которые видели смысл жизни в накоплении в заработке и так далее они сейчас потеряли смысл своей жизни они очень большом кризисе жизненном теперь он говорит нет если человек его цель его интеллекта она направлена на постижение всевышнего то всевышнего мы видим во всем и когда он проявляет свой гнев и когда он проявляет свою любовь и когда он ашам ишми ухамам и говорим бог это он воин бог воин да то есть и войне и в мире и в любви и во всем мы видим проявление всевышнего то есть чек а я помню ровыцкий зильберзе там носить не врага рассказывал такую историю что он когда-то в таштенте с одним бресовский хасидом он переносил ночью какие-то книги святые за того места в другое этот бресовский хасид упал и разбил ногу до крови и он упал разбил ногу до крови ему очень больно и тут он скакивает и начинает танцевать он танцует танцует радуются и значит когда он танцевал радовался таро зильберова спросил почему ты так радуйся он говорит потому что когда выполнял святое дело заповедь всевышнего и при этом по поранился это значит я час искупил какие-то свои страшные страшные греки которые у меня были счастья чисто от греха потому что страдания она искупает грехи но если бы я пострадал просто на какой-то работе там и так далее у меня не было бы уверенности что это я что-то искупил важное но сейчас я занимался святым делом и во время занятий святым делом если я получил страдания то это вообще очищает там какие-то очень серьезные на душе проблемы то есть это взгляд религиозного человека который во всем видит всевышнего проявления всевышнего теперь вторая мысль которая была якобы и строил каневский это стайплер в книге в книге сейчас я дать часа про золотого тельца тоже скажу очень интересно потому что сегодня в недельной главе про жертвоприношения кусочек прямо скажу и перейду к золотому тельцу я разобрался в этом вопросе удивительная удивительная вещь сейчас спасибо до мира огромное спасибо сейчас я прям сегодня расскажу значит вторая идея стопера смотрите первая идея что интеллект направленный на постижение на достижение цели этого материального мира приводит человека к страданию интеллект направленный на духовность приводит человека постижению творца и там нет страданий там есть только любовь и постижение духовное наслаждение самого высокого уровня теперь второе то что он заметил вторая мысль что у человека у человека есть внутри ненасытное желание получать то есть насытиться невозможно сколько ты не ел ты не насытишься тебе чуть-чуть ты сытый потом опять ты хочешь сколько ты не заработал ты не насытишься сколько бы ты не то есть в этом мире нет насыщения но желание человека но постоянно включена как сказал об этом царь соломон и надо мэтт вы хотим этого топе до человек не как даже когда человек уже близок смерти половина из того что он хотел нет у него значит получается что так как это желание не насытно она существует человек который направляет это желание опять же на этот мир то он все время в проигрыше потому что ты не можешь насытиться ты не можешь захватить все что ты хочешь тебе никогда не хватит славы и почета тебе никогда не хватит от людей того что ты от них ждешь то есть человек который направляет свое желание на аспекты этого мира он всегда в проигрыше так что же делать а желание то есть она же не насытно это всевышний включил как мы говорим в салме ашре это 145 псалом отрывок после хотя дыха открывающий свою руку у мазбелы только рацион и насыщает все живое желание всевышний дает каждому живущему он дает вот этот рацион желания иметь получать двигаться и так далее теперь если ты направил свое желание на аспекты этого мира ты все время тебе не хватает и в недостатке если ты направил свой интеллект на этот мир ты все время в страдании значит куда нужно направить туда нужно направить свое желание из своих свой интеллект на пах на направление творца творца мироздания все кто пишет за украину в начале урока мы сказали мы молимся за мир чтобы война прекратилась сейчас все наши молитва о том чтобы наступил мир чтобы российская армия вышла с украины и оставила оставила украинцев и украинскую землю и все кто там живет и своих же российских граждан солдат оставила в мире потому что то что сейчас происходит это война это агрессивная война она всем всем приносит одни страдания и в первую очередь мирным невинным людям в украине на которых напали и во вторую очередь всем кто напал потому что тот кто напал он же ничего не выигрывает он как мы уже говорили все желание направленное в этом мире на подавление кого-то забрать у кого-то получить у кого-то она никогда не насытится даже если ты получишь что-то за счет другого она к тебе вернется в вернется еще хуже чем было поэтому поэтому весь наш урок о том чтобы был мир но я сейчас хочу мы же учим тору чтобы мы поняли вот эту идею которую вчера вот я только изучил после 22 лет в изучении тора иногда находишь такие вторе глубокие вещи что просто удивительно и это как раз то направление куда и надо направить все свое желание всю свое все свое стремление весь свой интеллект духовный рост духовный рост постижение всевышнего выполнение его воли выполнения заповеди чек не может в этом мире не двигаться чек не может в этом мире не хотеть чек не может в этом мире не стремится но если он стремится к материальному он всегда будет лузером всегда и все от самых богатых миллиардеров они несчастные джепс без несчастный билдик несчастный все направленное внимание на этот мир больше 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 это как пить морскую воду ты пьешь и жажда увеличивается все получения достижения этого мира на уровне славы на уровне вожделение тела и так далее они оставляют человека голодным и наоборот удваивают его жажду понятно да идея все это две идеи глубочайшие которые просто объясняют насколько бессмысленно жизнь людей которые направляют свое внимание интеллект и рост на аспекты этого мира бессмысленные лузеры которые всегда проиграют все только направлять надо в сторону всевышнего заповеди но всевышний предусмотрел что мы люди если вы shit предусмотрел что можно кушать и выполнять заповедь свершнего можно молиться и выполнять заповедь свершнего можно работать и тоже выполнять заповеди свершнего мы здесь про политику не говорим вообще это урок торе дальше значит сегодня мы учили недельная глава у нас права икра про жертвоприношения про Это жертвоприношение и, значит, приносили жертвы животных, чистых животных, быков, баранов, козлов и так далее. Это символизирует, что у человека есть внутри бык, баран и козел. Это животное, сущное человека. Второе, приносили птиц. Птицы символизируют интеллект. Чистые птицы, горлица, голубь их приносили в жертву. Всесожжение – это символ интеллекта. Но еще к каждой жертве, которая была животная, животные или птицы, к ней добавляли жертвы мучные, из муки. Разные были способы их приготовления. Часть из них сжигали, часть из них съедали священники. И вот эта жертва из зерна, да, зерновая мука, она символизировала соединение всей растительной природы, растительности со Всевышним. Этот мир очень интересно устроен, что есть растительная природа, да, травка разная, овощи, фрукции, то, что растет из земли. То есть это берется из неживой природы, есть неживая природа, это камни, это земля, там нет жизни, это неживая, так и называется, неживая природа. Теперь это неживая природа, земля, вода и солнечный свет, все неживое. Три составляющих в растении, земля, вода и солнце. И живая клетка, которая идет из семени, из зерна или вообще из растения. И вот эта вот живая клетка, она откуда-то берет живую ткань, то есть растение это тоже живая ткань, живые клетки, растение, оно растет. И оно растет из земли, и квинтэссенция, вот это вот растение, квинтэссенция, самое крутое растение, это хлеб. Хлеб всему голова, мы едим хлеб. Поэтому хлеб поднимали на жертвенник, потому что это был как бы символ всей растительной жизни на земле. И символ той силы, которая соединяет растительность со Всевышним, с духовностью. Поэтому приносили на жертвенник также зерна, вот не зерна, а именно муку, из муки делали такие лепешечки разные и все. Теперь дальше, животные, чистые животные, которых приносили в жертву, они поедали растения. И они поедали растения и дальше что? А люди поедали животных, то есть получается весь этот цикл. Но зачем живет человек? Человек может быть таким же животным, как эти животные, которых он поедает. Тогда он не имеет права кушать животных, потому что он с ними на одном уровне, это как людоед. Но человек, он же переводит всю животную, сущность этого мира, переводит в духовность. Как он переводит, когда служит Всевышнему, когда соединяется с Богом через свою божественную душу. В этом как бы символика жертвоприношений. Теперь переходим к золотой телец, грех золотого тельца. Значит, когда народ Израиля вышел из Едипта, то они подошли, были чудеса, они прошли через море. И когда они проходили через раступившееся море, то все они поднялись на ступень пророков. Пророк это тот, кто видит и воспринимает духовный мир. И когда пророки видели духовный мир, то в духовном мире они видели, они описывали это как Маосе Меркава. Это было как колесница. Колесница, некая такая механизм, назовем это так, колесница, можно назвать современным языком. Там некая машина, некий механизм, который состоял из, там было, это пророк Даниэль очень описывает красиво, вот это вот Меркава. Там было четыре животных с разной стороны. И сверху был такой трон Всевышнего. Всевышнего нельзя постигнуть, увидеть даже пророки. Невозможно увидеть и постигнуть Всевышнего и остаться в живых, не сгореть. Но они видели вот этот всю механизм, духовный механизм. И на нижнем уровне этого духовного механизма были животные. Значит, одно из животных, которое было с левой стороны, это был телец, бык. Этот бык, они его увидели как подножие, подножие престола Всевышнего. Теперь, когда они увидели это подножие престола Всевышнего, что там был бык, когда мир идёт по своему природному пути, природа, да, Тева, то, что называется на иврите Тева, мы называем это Всесильный, Всесильный Бог, который создал эту природу. Все законы природы — это и есть Всесильный. Потому что они же, эти законы, они не сами по себе. Есть Всесильный, тот, кто их создал, и тот, кто всеми ими управляет. Это называется Бог Всесильный, Элоим. На иврите, я думаю, что Аллах, на мусульмане, когда говорят, Аллах, это они имеют в виду Илахим, да, всесильный, это вот это мироздание, и тот, кто им управляет, Бог. Теперь, когда все идет по законам природы, то это как животное, животное живут по законам природы, животное не думает, не строит теории, оно не может пойти животное и сказать, я не согласен с тем, что я родился коровой, я хочу стать быком, например, да, я вот чувствую себя быком, и мало этого, я бык обиженный на овец, потому что овцы, они меня как-то обижают своим внешним. Животные так не могут, у них нет этого интеллекта, который сводит людей с ума. Животные, они живут по природным законам, как они запрограммированы, по инстинктам. Это мир, который двигается по законам природы. Но есть еще престол Всевышнего, и Всевышний, который непостижимый, то, что мы говорим, Бог, создатель, творец, который создал законы природы, он вне законов природы. И когда Всевышний проявляет себя, он в храме говорил через крувин, крувин это были такие херувимы, на русском это произносят, были два таких изображения, они были с детскими лицами, с крыльями. Теперь, когда постигают Всевышнего, каждый постигает Всевышнего по уровню своего интеллекта. Вот то, с чего мы начали, что когда ты изучаешь Штору и развиваешь свой интеллект, ты можешь о Всевышнем узнавать, 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 узнавать. И у тебя появляется, как пазл, более такое представление о его проявлениях и о его законах. Теперь получается, что все люди воспринимают Всевышнего по-разному. Есть известная история, когда один такой комсомолец-атеист пришел к Равину и говорит ему, Рэбе говорит, давайте я вам докажу, что Бога нет, давайте с вами подискутируем. Равин ему говорит, а ты скажи, говорит, молодой человек, скажите, пожалуйста, когда вы говорите слово Бог, вы что имеете в виду вообще под этим словом? Он говорит, ну как, я имею в виду такой дед, сидит на облаке с бородой. Он говорит, нам не о чем дискутировать, такого Бога я тоже не верю, такого Бога точно нет. Вот именно такого Бога, в которого ты не веришь, так я в него тоже не верю, это не Бог. Теперь, когда народ Израиля воспринимал Всевышнего, все-таки надо понимать, что они были как рабы, которые вышли, их Всевышний поднял, поднял на уровень постижения, на уровень пророчества, это было чудо. Это как люди, которые под веществами какими-то, им открываются какие-то там галлюцинации, ЛСД там и так далее. То есть Всевышний их поднял на уровень пророчества, это было как взять вот просто простого человека и сделать его пророком. Но у него же его интеллект остался, у него кроме его опыта, его знаний, ничего нет. Поэтому, когда он поднимал людей на уровень пророчества, то весь народ видел только нижнюю часть трона, и они видели животное, которое было, животные вот эти четыре, нижняя часть трона, которые были внизу. И они видели быка, они видели быка, который был под ножем трона. Теперь Аарон, Аарон брат Мошарабейну, и старейшины, которые были, они знали про Бога, они видели трон, они видели уже с другой чуть-чуть стороны, с другого ракурса, они видели Крувим, вот этих вот ангелов, которые с крыльями, с детскими лицами, через которые потом Всевышний разговаривал в храме с Моисеем, с Мошарабейну. Когда они подошли, народ к Аарону, брату Моше, и сказали, Моше уже 40 дней на горе, не ест, не пьет, он ушел без еды, он, наверное, умер. Но нам нужен кто-то, через кого мы будем общаться со Всевышним. Нам нужно что-то осязаемое, через кого мы будем общаться со Всевышним. Он им говорит, давайте золото, потому что сказал Всевышний, вторая заповедь, написанная на скрижалях, он сказал, не делайте себе никакого изображения богов серебряных, не делайте. А потом сделали же этих Крувимов из золота, потому что именно Бог сказал, сделайте этих Крувимов на ковчеге, которые были, ковчег был святая святых. И получается, Аарон говорит, давайте золото, он хотел сделать Крувим, он не хотел делать Тельца. Они ему дают золото, а там были, среди них были маги. Вообще все люди, мы все с вами немножечко маги, немножечко волшебники, потому что мы своими мыслями, своей верой, своими целями, своими ожиданиями, мы двигаем мир вперед. Каждый человек, когда молится, каждый, он просит Всевышнего, он туда посылает свою силу, и какие-то молитвы, какие-то цели сбываются, правильно? Теперь, но есть люди, которые маги, они более сильные. И вот были вот эти вот египетские маги, которые, они тоже, они вышли, они слышали, как Бог говорил в заповеди, они вышли с греческим народом. Но они, когда Аарон бросил золото в костер, они все хотели, чтобы вышел Телец, они видели Тельца, они не видели Крувим, Аарон хотел, чтобы вышли Крувим, они хотели, чтобы вышел Телец, вышел Телец. Это было вот такое вот недоразумение, просто было с этим золотым Тельцом недоразумение. Все, вот такое вот глубокое объяснение, это объяснение Малбима. Малбим был такой великий мудрец, он объяснил нам, как это получилось, что они сделали золотого Тельца. Все, дорогие друзья, значит, сегодня мы очень важные вещи изучили, и каждый из нас своим намерением, своим желанием, своим устремлением, своими целями двигает мир вперед. Вот сейчас мы все молимся, чтобы наступил мир. Все нормальные, добрые, честные люди хотят, чтобы больше никого не убивали, чтобы люди вернулись своим семьям живыми, здоровыми, женились, рожали детей, были добрыми. Когда война закончится, наступит мир, дальше нужно молиться, чтобы все свои усилия и направления направили на то, чтобы выполнять заповеди Всевышнего. А Всевышний сказал, что он сказал? Он сказал так. «Люби ближнего, как в себя». «На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дороги». То есть Всевышний нам все сказал, только надо учить Тору и выполнять то, что Всевышний сказал нам делать. Это единственный достойный путь в жизни. Все, всем удачи, успехов. Закончил словами царя Соломона. «Сов давар, околь нишма». В конце концов, все понятно. «Это лаким и раб, Бога бойся, митцватав шмур, заповедь его соблюдает. Кизе, коли Адам». Для этого был сотворен человек. И дальше там есть еще один отрывок. «Вэда, коль давар неилам яви его им ле мишпад». Каждую вещь скрытую приведет Бог на суд. Гамтовы, гамра, и хорошее, и плохое. Это то, что мы говорим за все, все возвращается. Каждую вещь Всевышний просвечивает, и она возвращается к человеку. И хорошее, и плохое. Все, делаем хорошее. Молимся, и будет хорошо. Все, пока. Все, можете пока помолиться. Давайте я еще пару минут оставлю, не буду вам мешать, чтобы вы могли спокойно помолиться, как будто бы вы сейчас стоите у стены плача, помолиться о себе, о близких, о всем мире. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...